Всем привет! Друзья, продолжая наше путешествие по самым красивым диким пляжам Краснодарского края, не могли оставить стороне пляж с лестницей у голубой бухты в Геленджике. Именно о этом месте будет сегодняшнее видео. И как всегда, прежде чем начнем, попросим поддержать лайками, отдыхайками. Подписывайтесь на канал. Начинаем! Заехали припарковались, как вы догадались сегодня гуляем полноценной семьей все вчетвером. Более подробную информацию как подъехать к этому замечательному месту есть у меня отдельное видео с отдельной инструкцией. Если интересно напишите в комментариях обязательно скину ссылку. Ну дальше идем гулять только пешочком. Проезд закрыт, шлагбаум закрыт на амбарный замок. Информация для тех, кто решит посетить этот пляж со своими собаками. Вы находитесь на территории рекреационного комплекса, месте отдыха детей и присутствия домашних животных. Во избежание частных случаев, в том числе для ваших собак, категорически запрещен выгул собак без поводков и намордников. В этих случаях собаки считаются бездомными, со всеми вытекающими. Вот так вот придете с собакой обязательно, чтобы было на поводке. Посмотрите, какой шикарный вид отсюда открывается. То ли еще будет. Серега, расскажи, что мы набрали с собой? Наручники. Самое главное, наручники взяли. Это кто будет баловаться и бутерброды хватать заранее, то наручники посадим. Да? Что еще взяли? Чай и бутерброди. И вот это. А еще и полотенца. Да? Четыре чашки пластмассовые и железные. В общем, у нас на сегодня намечается такой фантастический, шикарный обед. На фоне моря, конечно же. Дошли до небольшой развилки. Если повернуть направо, дорога будет куда удобнее. Но если повернуть налево, то вид будет куда красивее. Идем, конечно, налево. Кто-то соорудил здесь небольшой мангальчик и даже угли оставили. All inclusive. Все включено. Приезжайте, отдыхайте. Хотя, насколько я знаю, здесь, на территории леса, разведение костров категорически запрещено. Можно только на пляже. У-ля-ля. Я-я. Да, тыс фантастиш. Свернули по узенькой тропинке сквозь Пицунские сосны. Этот невероятный хвойный аромат, жаль, не придумали еще технологии, чтобы я смог вам передать этот запах. Можно дышать полными, легкими. Обращаюсь сейчас к людям-свиньям, разбрасывающим свой мусор в этом божественном, диком лесу. Зачем вы это делаете, а? Неужели так трудно унести каких-то 50 грамм веса баночку? Ну, заберем с собой, конечно. Немного приберемся. Дошли, наконец-таки, до ступенек. Водоохранная зона, движение и стоянка автотранспорта запрещены. Водный комплекс штраф 5000 рублей. Я боюсь спросить, на каком транспорте можно спуститься вот в этом самом месте. Когда приезжали сюда летом 2020 года, спуск по этим ступенькам был платный. Наверху стоял охранник и казак. Выдавали официальный кассовый чек. По-моему, за четверых мы отдали 300 рублей, если не ошибаюсь. Может, чуть меньше. Там детям какие-то скидки. Взрослым 100 рублей, по-моему. Так вот, много таких негативных комментариев было вообще, на ком праве они взимают. Я задал, конечно, такой вопрос охраннику. Говорит, ну, эти ступеньки были сделаны за счет частных средств. Ну, естественно, хозяин, который вложился, не хочет просто так бесплатно кого-то сюда пускать. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Первая остановочка, небольшая пауза и небольшая фотосессия. Ну, давай, фотографируйся. Финишная прямая. Аккуратно, чуть не упала. Вроде как ступеньки или красили с последнего раза, когда мы были, или обновили новые доски. В общем, следят за этим местом. Может, все-таки, правда, не зря деньги берут. Ну, хотя, такая сумма, 100 рублей с человека, это однозначно дороговато. Так, 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 небольшой квест. А здесь, видимо, забыли обновить или поставить вовсе. Когда смотришь снизу вверх, не такая уж она и короткая эта лестница получается. Ничего, прорвемся, мы же спортсмены. Когда приезжали на этот пляж последний раз, прогулялись в правую сторону. Сегодня решили немного разнообразить и пойдем налево от лестницы. Там не были ни разу. Заодно и посмотрим. О, кто-то уже обедать собрался капитально. Нет, сначала погуляем. Кто-то тут даже и дров заготовил для обеда. Ну, ребята, погорячились, обедать мы будем чуть дальше. Также берите на заметку, можно шашлычки пожарить прямо здесь. Кто-то сделал доброе дело. По поводу водички, посмотрите, сегодня чистая, прозрачная. Правда, какая-то пенка, капучино поверху все-таки плавает. Дно в этом месте не самое лучшее. Покрыто водорослями, огромные камни. Да и сам берег тоже не самый лучший, где мне приходилось просто прогуливаться. Что же привлекает сюда отдыхающих с разных частей нашей страны, даже не только Краснодарского края? Конечно, этот первозданный дикий вид. Посмотрите на эти красоты. Решили прихватить вот такой плоский камушек. Это будет, угадайте, что? Конечно же, наш стол. Да, мусор собирай, Серега, баночки разные. Кто-то пораскидывал. Забери потом. Может, вот здесь станем? В общем, здесь и пообедаем. Соорудили местечко, столик. Правда, он получился у нас ниже лавочки. Что это? Ну, кружка. Моя чашка. Теперь споры пошли, кто будет с этой кружки пить. Накрываем. Где наша скатерс-самобранка? Нет. Я такого не видел. Это что, размешивать шаху. Эту чашку мне подарили в школе. Да, и то есть она сразу мешает, электрическая. А ну-ка, еще раз нажми. Такое ощущение, что унитаз смывает. Наш обед сегодня это бутерброды с колбасой, сыром, чай. Приятного аппетита нам и всем тем, кто также приступает к приему пищи. А мне писали в комментариях, все, курортный сезон закончен. Однозначно не для всех. Мы пока кушали. Он пришел, человек решил принять водные процедуры. Когда вылезет, спросим, как водичка. Не, не спросим. Как-то он не по-сибирски зашел по колено водой, обрызгал себе на плечи и вылез. Так и я могу. Знатная была охота, вкусный обед. Понравился обед? Да. А что больше всего понравилось? Бутерброды и чай. Бутерброды и чай. Другого не было, в принципе, логично. Судя по всему, кто-то пытался здесь вырыть пещеру, но не очень-то получилось. Долго пришлось бы. Шутки за 200. Интересно, что это здесь, откуда принесло, с какого пляжа надстил деревянный, свежей постройки, целый навес какой-то. Можно себе палатку соорудить однозначно. Пользуйтесь. Результат шторма. Друзья, о чем мы еще не говорили сегодня, о чем говорим обычно, конечно же, о погоде. Что же нам послала небесная канцелярия. На какое число сегодня хоть? 13 ноября 2021 год. Температура воздуха, согласно Гидромет Ютуб по поможет центру, на 2 часа дня 18,3 градуса тепла. Ну и традиционно замерим воду. Не часто такое можно встретить, но хотя можно. Температура воздуха практически такая же, как и температура воды 18,4 градуса тепла. Двигаемся дальше немного. Полюбуемся этими дикими, первозданными красотами. Дошел до следующего мыса. Как вам такой рельеф скал? Красота! Посмотрите на эту прозрачность и чистоту водички. Ай-яй-яй! Зер гуд! И думаю, на этом месте мы внесем в наше видео традиционную минуточку релакса. Полюбуемся этой невероятной красотой. Под завораживающий шум волн на фоне отражения солнца. Подлечим нервные клетки вместе. Приятного просмотра! Под завораживающий шум волн на фоне отражения солнца. На мой взгляд, однозначно заслуживает лайка. Хотя многие пишут в комментариях, уж сильно короткие я эти релаксовые вставочки делаю. Но всегда можно перемотать в обратную сторону. Прогуляемся еще немного дальше. Сколько здесь дров навалено. Пользуйтесь. Жгите костры, жарьте шашлыки. Ну и вдруг заедете сюда на машине, проколите колесо, тоже можете не беспокоиться. Запаска имеется. Обратил внимание вот на эту пещерку. Уже размеры посерьезнее. Однозначно можно укрыться от солнца, от дождя и даже от ветра, если будет он дуть с другой стороны. Правда, человеческий фактор тоже желает лучшего. Набросали мусора. Еще одна похожая пещерка. И здесь уже она чистая, без мусора. Можно заезжать, как говорится. Следующий мыс. Заходим за него. И скажу, до ближайшего пляжа Голубой бухты не так уж и близко, как я думал. А я как раз таки думал прогуляться до него. Ладно, сделаем это тогда в другой раз. Еще немного вам этой красоты покажу. И теперь двигаемся в обратную сторону. Зубная щетка. По поводу all-inclusive сервиса все включено. Можно даже и зубы на халяву почистить. Махна водоросли. Чем вам не ковер? И таким образом дошли мы до ступенек. Теперь придется преодолевать их вверх. Как я долго этого ждал. Треть пути пройдена. Кстати, совсем забыл акцентировать внимание. Расстояние от того места, где мы припарковались, до самого пляжа всего-навсего 500 метров. Пять, четыре, три, две, одна, ноль. Еее, я царь горы. Когда спускался, чувствовал, как-то прохладненько было. А сейчас уже жалею о том, что куртку одел. Андрюха даже снял. Он, я поняла, здесь просто пропотел. Пропотел насквозь. Ну тогда одень куртку, чтобы не продуло. Серега, сколько ступеней насчитал? Двести двадцать девять. Не ошибся ни разу? Нет. Точно? Точно. Говорит точно. Двести двадцать девять ступенек. Вот это, кстати, та дорога на развилке, которую я показывал, когда мы спустились. Берите на заметку, какая широкая дорога здесь. Можно спуститься на машине, теоретически. А вообще, проезд сюда карается штрафом в пять тысяч рублей. Ну вот мы и на месте. Сейчас двигаемся, путешествуем дальше. В планах посетить реку Жане, водопады, дольмены. Но это будет, конечно, совсем другая история, совсем другое видео. На сегодня будем прощаться. Понравилась эта прогулочка? Поддержите лайками, баллайками. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик. Обняли, приподняли, поставили. Увидимся. Отдыхайте тоже с YouTube каналом. ПАПА МОЖЕТ!